Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Я желаю вам быть здоровыми, внимательными и умными. Прежде чем перейти к новой теме, давайте повторим прошлый урок. О чём мы говорили на прошлом уроке? Вспоминаем. Без чего ты в школу не сможешь пойти? Правильно. Это школьные принадлежности. Я вам буду показывать картинки, а вы называйте эти вещи. Что это? Правильно. Портфель. Что это? Молодец. Тетрадь. Что это? Что это? Что это? Ручка. Что это? Отлично. Книга. Что это? Правильно. Карандаш. Что это? Верно. Альбом. Что это? Молодец. Пластик. Что это? Хорошо. Краски. Что это? Отлично. Пластилин. А это что? Молодец. Фломастер. Интересно. А что мы узнаем нового сегодня на уроке? Сегодня на уроке мы узнаем, когда говорят слово «они». Научимся задавать вопросы «что делает?», «что делают?». Научимся правильно вести себя в классе на уроке. Напоминаю, класс – это комната для проведения уроков. На уроке вы получаете знания по русскому языку, математике, кыргызскому языку и по другим предметам. Вы на картинке видите, что дети сидят в классе на уроке. Скажите, ребята, кто это? Правильно, это мальчик. Мы уже знаем, если мальчик, то мы заменяем словом «он». Кто это? Молодцы! Это девочка. Слово «девочка» заменяем каким словом? Верно, она. Теперь смотрите, ребята. Он – мальчик, она – девочка. А если мальчик и девочка, то будут «они». Кто это? Правильно, это учитель. Если учитель, то мы заменяем словом «он» или «она». Конечно, он. Кто это? Правильно, это учительница. Если учительница, то мы заменяем словом «каким». Словом «он» или «она». Молодцы! 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 Она! Также смотрите дальше. Учитель – он, учительница – она. А если учитель и учительница, то будут «они». Возьмем мальчик – он, учительница – она. А если мальчик и учительница, также можно заменить словом «они». А если мы возьмем девочку, учительницу, учителя, мальчика, то мы эти слова на вопрос «кто?», кто девочка, кто учительница, кто учитель, кто мальчик, тоже можем заменить словом «они». Значит, ребята, слова, которые называют человека, можно заменить словом «он» или «она». А если их много, то можно заменить словом «они». Давайте, ребята, рассмотрим вопрос «что делает?» и постараемся понять, в каких словах задаем этот вопрос. Вопрос «что делает?» Говорит о действии человека. Это мальчик. Он что делает? Он несет книги. Здесь на вопрос «что делает?» мы ответили словом «несет». Повторите за мной. Повторите за мной. Несет. 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 Правильно. Молодцы. Это девочка. Что она делает? Она идет в школу. На вопрос «что делает?» мы ответили словом «идет». Повторите, пожалуйста. Идет. Повторите, пожалуйста. Правильно. Идет. Это учитель. Что он делает? Он пишет на доске. На вопрос «что делает?» мы ответили словом «пишет». Повторите, ребята. Пишет. Молодцы. Это мальчик. Что он делает? Он решает задачу. На вопрос «что делает?» мы ответили словом «решает». Повторите. Решает. Хорошо. Это девочка. Что она делает? Она читает книгу. На вопрос «что делает?» мы ответили словом «читает». Повторите. Читает. 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 Молодцы. Это мальчик. Что он делает? Он рисует. На вопрос «что он делает?» мы ответили «рисует». Повторите. Рисует. 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 А сейчас немного отдохнем вместе с крошем. Повторяйте, ребята, движение кроша. Что-то мы засиделись на одном месте. Пора сделать зарядку. Ну-ка вставай, позанимаемся вместе. Слушай музыку и смотри, как я буду делать упражнения. Повторяй за мной. И раз. И два. И раз. И два. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Большое солнышко. Дванты. Три. 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 Левой. Три. Бравой. Левой. Три. Левой. Три. Правой. Настоящие спортсмены. У нас здорово получается! Продолжим урок. Я надеюсь, вы поняли, как отвечать на вопрос «что делает?». Дальше будем работать вместе над вопросом «что делают?». Вопрос «что делает?» мы задавали, когда говорили об одном человеке. А вопрос «что делают?» мы будем задавать, когда говорим о двух и более людях. Посмотрите на картинку, выберите правильный ответ. Это мальчик и девочка. Каким словом их можно заменить? Он, она или они? Подумайте. Правильно, они. Теперь вопрос «что они делают?». Мы здесь ответим «они читают». Это ребята. Слово «ребята» мы заменяем каким словом? Он, она или они? Подумайте. Правильно, они. Теперь вопрос «что они делают?». Как мы ответим? Помогайте мне. Молодцы. Они рисуют. Это ученики. Слово «ученики» мы заменяем словом «он», «она» или «они». Думайте. Думайте. Конечно, они. Они что делают? Правильно, молодцы. Правильно, молодцы. Они решают. Это мальчик и девочка. Каким словом можно заменить? Он, она или они? Ответьте, ребята. Конечно, они. А теперь скажите, что они делают? Верно, они пишут. Молодцы, вы всё правильно сказали. Ребята, мы с вами рассмотрели вопросы «что делает» и «что делают». Также узнали, когда говорить слово «они». А сейчас проверьте себя и ответьте на вопросы. Перед вами картинка. Сколько человек сидят? Один или много? Правильно, много. А если много, то мы скажем «он» или «они». Конечно, «они». А теперь ответьте на другой вопрос. Что они делают? Правильно, они читают. Это учительница. Её зовут Светлана Амановна. Скажите, каким словом можно заменить слово «учительница»? Он или она? Молодцы, она. Кто стоит рядом с учительницей? Верно, это ученик. Ученик он или она? Конечно, он. А что делает ученик? Мы ответим. Он дарит учительнице листочек. Ребята, скажите, кто стоит у доски? Правильно, учительница. А что она делает? Верно, она показывает. За партой сидят два ученика. Мы скажем «он», «она» или «они» сидят. Молодцы, они сидят. А теперь скажите, что они делают? Верно, они думают. Смотрим следующую картинку. Кто стоит у доски? Правильно, это учитель. Учитель он или она? Конечно, он. Что делает учитель? Молодцы, он читает книгу. А кто сидит за партой? Правильно, это ученик. Что он делает? Хорошо, мы можем сказать «отвечает» или «спрашивает». Давайте, ребята, вернёмся в класс на урок. Скажите, как мы должны сидеть на уроке? Правильно, сидеть тихо, не мешать работать учителю и ученикам. А как должны мы работать в классе? Молодцы, активно. Как мы должны слушать учителя? Правильно, внимательно. А для чего мы учимся в школе? Молодцы, чтобы получать знания. Теперь давайте поиграем. Игра называется «Да-нет». Внимательно послушайте вопросы и дайте правильный ответ. Да или нет. Будем шуметь в классе? Правильно, нет. Будем держать в порядке свои книжки и тетрадки? Молодцы, да. Можно писать прямо на стенах? Конечно, нет. Нужно внимательно слушать учителя? Умницы, да. Надо драться на переменах? Конечно, нет. Будем опаздывать на урок? Правильно, нет. Будем стараться хорошо учиться? Конечно, да. Ребятки, отгадайте загадки. Белый камешек растаял, на доске следы оставил. Что это, ребята? Это мел. Я всё знаю, всех учу, но сама всегда молчу. Что это, ребята? Конечно, это книга. Остро носик ты заточишь, нарисуешь всё, что хочешь. Будет солнце, море, пляж. Что же это? Напрашивается, ребята. Что же это? Карандаш. Правильно, молодцы. Шёл урок, а он молчал. Перемену, видно, ждал. Только кончился урок, громко зазвенел. Что, ребята? Конечно, звонок. Я вижу, ребята, вы устали. И урок подошёл к концу. Давайте вспомним, что мы смогли сделать сегодня на уроке. Вы узнали, когда можно говорить слово «они». Научились правильно задавать вопросы, что делает и что делают, и отвечать на них. Узнали, как себя вести в классе на уроке. Наш урок подошёл к концу. Вы хорошо поработали. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова